Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не могу понять, что чувствую к своему мужу. Обычно, когда человек говорит, что он не может понять, что чувствует к тому или другому человеку, это означает только то, что те чувства, которые человек испытывает, не совсем подходят под, знаете как, под те критерии, которые у человека есть. То есть, грубо говоря, грубо говоря, я чувствую чего-то, что я чувствовать не должна. Вот. И вот это такой очень деликатный момент, потому что вы говорите, что не можете понять, что вы чувствуете на самом деле. Вы знаете, что чувствуете? Просто вы себе это как бы запрещаете чувствовать. Вы себе как бы говорите, что нет, я этого чувствовать не должна, потому что если я это чувствую, то мне же придется брать за это ответственность, если я признаю, что чувствую то или иное к своему мужу, например. Вот. А эта ответственность, она, как правило, несколько пугает, потому что потребуется же предпринимать какие-то действия, да, потребуется предпринимать какие-то шаги, тогда, если вот вы, ну, если вы признаете, что чувствуете к своему супругу то или иное. Вот. И, конечно, это вызывает некоторое такое беспокойство, вот, некоторую такую тревогу, вот, если хотите. Вот. И, соответственно, это, конечно, напрягает, вот. Поэтому я думаю, что ваше вот такое чувство одиночества, да, оно проявляется в том числе и в этом. В том, что вот я сейчас ответственность-то увижу, да, признаю, а что я потом делать буду с этим. Это пугает. Нужно здесь вам просто помочь в этом страхе побыть и увидеть, что еще там есть. Мы в браке в декабре, да, всего несколько месяцев, до этого вместе не жили. До брака встречались 6 лет, мне 28, мужу 26. Познакомились, когда мне было 22, ему 20, я у него первый. Мы каждый день весело проводили время вместе, а замуж он меня позвал сам. А, так, ну, здесь очень интересно то, что вы 6 лет были вместе, что у вас было общего, вот, что вас объединяло и что вас связывало. А, когда ваш муж позвал вас замуж, да, что изменилось, то есть, ну, вот, как-то было психоэмоционально окрашено. То, что он позвал вас замуж, то, что он решил сделать предложение и создать с вами семью. Вот. Вы говорите, что хотели отложить свадьбу, но поддались. А, опять же, поддались чему? Вот. И из-за чего хотели отложить свадьбу? То есть, вот, люди, почему здесь какие-то сомнения были, да, но вы их почему-то не высказали. Вот. И здесь и дальше, на мой взгляд, проявляется такой момент, что вы как будто бы пытаетесь поддержать образ. Как будто бы, вот, если бы вы отложили свадьбу, да, то вы были бы какой-то не такой, какой вы хотели бы себя видеть. Вот. А, ну, здесь вот чувствуется обесценивание себя, да, то есть, какие-то вот некие такие ретрофлицирующие чувства. То есть, чувства, которые вроде бы как у вас обращены на себя, но на самом деле предназначаются другим людям. Ну, конечно, посмотрите. На этом, да, вот посмотрите, вот вы когда хотели отложить свадьбу, то есть, у вас были какие-то, ну, сомнения, да, вот, вы, получается, их подавили, потому что, и с другой стороны, вы чему-то поддались. То есть, опять же, здесь ваше желание, вот, и ваше желание как будто бы сконцентрировались только на вот этом факте, на факте, там, предложения, к примеру. Вот. Мне кажется, я его не люблю. Хорошо. Если вам кажется так, что вы его не любите, эм, окей, здорово. А как вы к этому относитесь? Потому что, на мой взгляд, эм, здесь уже присутствует определенное противоречие. Вы говорите, что не знаете, что чувствовать к мужу, в то же время говорите, что вам кажется, что вы его не любите. Дело в том, что любое сомнение в чувствах, оно трактуется в пользу того, что это чувство несколько ложное, любое сомнение. А, так, мы муче всех людей, которые обещают и не делают, что касается машины, доп. заработка, о котором он так божился, божился, ипотеки живем на съеме, высшего образования, в конце концов. Ну, я думаю, что здесь история про ваши ожидания, то есть про то, что вы чего-то отмучили, что вы хотели, чтобы он что-то сделал, теперь вы испытываете разочарование. Вообще, здесь история про то, что в какой-то момент вы, ну, вот, как-то поставили себя в зависимости от мужа. В частности, это связано, опять же, за счет ваших ожиданий. Вот. Ожидание – это то, чего бы вы хотели, но то, что вы перекладываете на другого человека. И машина, и доп. заработок, и ипотека, и образование – это все то, что важно вам. Да, не в буквальном смысле, не о машине речь, не о заработке, и не о жилье, и даже не об образовании, а о чем-то, что лежит в основе этого. Это ваше желание, это то, что вам нужно, но это то, что вы ставите в зависимости от другого человека. И отсюда у вас появляются ожидания, и, соответственно, отсюда же разочарование. Вот. Ну, а там, как обычно бывает, когда человек испытывает разочарование, у него появляется какая-то обида, претензии там и так далее. То есть это нормально. Вот. Он никогда не дает мне денег, не дарит мне подарков, не делает сюрпризы, не приглашает на свидание, хоть мы и в браке. Ну, в браке вообще-то на свидание не приглашают, насколько я знаю, а на свидание приглашают до брака. Вот. А что касается денег, подарков, сюрпризов, ну, да, ваш муж такой человек. Вы это высказываете как претензии. А, как вам сказать, вот когда вы дружили, наверняка вы друг друга слышали, да, слышали, слышали. Я вот недаром спросил, что вас объединяло, что было между вами общего. Вы говорите там, что будет всем весело, да, проводят время и так далее. Вот. То есть как будто бы вы спутали друга, друга, да, и любимого мужчину. Вот. Но! Вот это общая между вами. И вы видите, какой человек перед вами. Человек тоже видит, какая вы перед ним. Вот. Если у вас, если между вами есть контакт, а этот контакт в какой-то момент прервался, тоже очень интересно увидеть когда. Вот. То есть вот вы общаетесь с человеком, вам хорошо, да, проводите время, вам здорово. А, в том, что касается интимной жизни, как-то вот не очень понятно, была у вас интимная жизнь до брака или нет, если да, то в какой форме. Потому что те как будто бы проблемы, которые вы описываете дальше, они как будто бы появились после брака, но здесь я могу ошибаться. Вот. И вот вы видите друг друга. Вы общаетесь друг с другом, вы слышите друг друга. И у вас появляются какие-то желания, да? Как вы о них говорите? Вот вы говорите про подарки, про сюрпризы, про свидания, про деньги. И что лежит в основе этого? Вот в основе. Деньги, подарки, сюрпризы, свидания – это форма. Форма вашего желания. А каково содержание? Вот. Какое оно? Содержание? Не ясно. И вопрос, говорите ли вы мужу о содержании своих желаний, да? Говорите, что просто я хочу вот этого. Да? То есть, например. Хочу внимания, к примеру. И вы смотрите на то, как человек на это реагирует. Трогает его это или нет? Чувствует ли он, что это важно или нет? Непонятно. Дальше. Вы пишите, у нас проблемы с сексом, мы не можем спать вместе около месяца. Смотрите, здесь вы находитесь в слиянии, потому что вам здесь нужно заменить мы на я. У меня проблемы с сексом какие-то, как я хочу их решать. А не у нас. Никаких нас нет. Мы – это только репрезентация для окружающих людей. И то очень ограниченно и очень специфическая по своей сути. Поэтому никаких «мы» нет. Если вы говорите, что у нас проблемы с сексом, то это у вас проблемы с сексом. Говорить нужно о том, что у меня проблемы с сексом. Вот. У меня проблемы с сексом. Так, значит, дальше. Я не сплю. Я не занимаюсь сексом около месяца. Я. Не мы. Мне не хочется, ему нормально. Не хочется, потому что редко моется и не следит за собой. Даже не пытается, несмотря на то, что деньги для таких вещей все-таки есть. Я ему предлагаю пойти в зал. Да? Окей. А как было раньше? То есть, почему человек-то должен меняться? Вот. Обратите внимание, да? Что, вы говорите, мне не хочется, потому что он то-то-то-то-то. Но он ведь такой был всегда, судя по тому, что я могу видеть. В какой момент вам захотелось его менять? И не история ли это про то, что вы почувствовали, что вам что-то не нравится, вы почувствовали, что вам что-то не подходит, и просто обратили это на другого человека, сказав ему, ну давай, давай, будь таким, каким я, хочу тебя видеть. Вот. Нет желания. Это нормально. Человек может что-то не хотеть. Не хотеть. Я боюсь рожать детей от мужа, потому что боюсь, что мы будем жить в нищете, у нее будет давать мне денег, конечно же, мне поможет любимая мама, но это неправильно. А то, что вы говорите правильно, неправильно, это родительская догматическая позиция. Вот. Никто не говорит, что ваша мама должна нам помогать, и никто не говорит, что вы должны рожать от мужа, но то, как вы это преподносите, что это неправильно, это родительская позиция. Очень ярко выражена родительская позиция, соответственно, если эту позицию вы транслируете мужа, то у мужчин еще больше падает либидо по отношению к вам, и еще больше пропадает желание что-то делать, потому что он чувствует, что живет с мамой, а не со своей, условно говоря, женщиной. Вот. Дальше. Вы говорите, боюсь рожать. Опять, когда и в какой момент появился этот страх? То есть, как бы, когда вы выходили замуж, да, за него, ну, наверное, вы не думали о детях, наверное. Когда вы выходили за него замуж, вы же как-то, наверное, ну, не знаю, представляли себе, как это все будет происходить, да, наверное. И вот, когда появилась тема денег. То есть, знаете, как бы, если вы выстраиваете отношения такие вот дружеские, без какого-то развития в дальнейшем, мне показалось, что, ну, что ваши дружеские отношения, по сути, не развились ни во что. Просто взяли дружеские отношения, поместили их в ситуацию, где к ним просто стали предъявляться больше требований, но эти требования абсолютно неоткуда обеспечить. Вот. В какой момент появились деньги? То есть, он не дает мне денег просто так, он не будет давать мне денег на моего ребенка, ну, на вашего ребенка, и вы будете жить в нищете. Да, может быть, он не будет давать вам деньги на ребенка, и да, он не дает деньги на вас, и да, может быть, вы будете жить в нищете, но как будто бы вы об этом узнали только что после того, как вышли за него замуж. А раньше как будто бы вы этого ничего не знали. Как будто бы вы узнали только что об этом, и говорите, ну, вот, вот так, ну, вот так. Это же вы выбрали мужчину. То есть, такое ощущение, что вы ждали, что с вами в браке человек начнет что-то делать, меняться и так далее. И вы решили эти изменения, ну, как-то, значит, педалировать. То есть, попалкивать человека, подгонять его и так далее. Дальше. У него есть предрасположенные степеллицы, небольшие проблемы с потенцией, от которых он не спешит издавляться. А зачем? Почему он должен это делать? Ну, если его все устраивает, почему он должен это делать? Видите, у вас требование к человеку, будь таким, каким я хочу тебя видеть, чтобы мне было комфортно. Главная проблема в том, что, когда я пытаюсь обо всем поговорить, всякое отношение ко мне, финансовые вопросы начинает сваливаться все вину на меня, мол, мы не с ним потому что ты, а ты сама от чего меня на свидание не нравишься. Правильно. Потому что, а, это друг ваш, и б, ну, это такой человек, для него женщина, это партнер. Для вас, мужчина, это, судя по всему, немножко что-то другое. И вот вы требуете того, чтобы ваш муж стал тем, кого вы хотите видеть. Только потому, что он позвал вас замуж. Но вы согласились. Это ваша ответственность, что вы согласились, что вы не отложили свадьбу, что вы поддали. И сейчас это выглядит так, что вы хотели отложить свадьбу, потому что чувствовали все что-то не так. Но это проигнорировали. Вы поддались какому-то своему желанию, о чем я уже сказал. И теперь ответственность за эту вашу психическую активность вы перекладываете на мужа. Он вам ничего этого не дает, и вы злитесь. Но злитесь вы на него. Хотя на самом деле, вы переносите на него злость на себя. А злость на себя здесь является как бы следствием того, что вы не посчитали нужным, запретили себе к себе же прислушаться в нужный момент, подавив вот свои импульсы. И за это теперь расплачивается муж и, конечно же, он любит, когда я за него плачу. Раньше мы ходили так вместе, но мне надоело. Поэтому я, в принципе, никуда не за него ухожу. С родственниками или с друзьями. И он не зовет меня никуда, к нам не приходит, если мы в компании сидим в кофе, потому что денег жалко. Я так думаю. Ну, окей. Вот вы говорите, что мы ходили вместе, но мне надоело. Мне надоело за него платить. Это абсолютно нормально. А что вам надоело за него платить. Но вы говорите. Свидание. Позови меня на свидание. Подразумевая, что вы хотите, чтобы он за вас платил. Подразумевая, что вы хотите, чтобы он в вас вложился. Подразумевая, что вам нужно от него что-то. Внимание. Внимание. Какое-то подтверждение чего-то и так далее. А слушаете ли вы это? Скорее всего, нет. А что, если человек взял, что я не хочу тебе этого давать. Не хочу или не могу. Что тогда? Может быть, вы боитесь с этим столкнуться. Потому что тогда получится, что выбор, что вы сделали не совсем верным в отношении мужчин. Так, ты пессимиста. Живи и радуйся. Говорит он. И, вы знаете, в какой-то степени, я думаю, что здесь есть верно истина. В смысле того, что вы требуете от человека быть кем-то, кем он не является. И себя помещаете в ловушку, грустите, чувствуете себя подавленной и разочарованной. Вот вы пишете подавленной и разочарованной. Подавленность – это вы ставите свои желания и чувства зависимости от другого, их реализацию. А разочарование, потому что то, что вы ждете от другого человека, не сбывается. А ответственность самой за свои потребности, брат, вы боитесь. Называет астрономным и т.д. и т.п. То есть здесь чувства вины возникают. Об этом сейчас еще поговорим. Потому что он меня не слышит, хотя я с ним спокойно стараюсь говорить правильно. Он вас не слышит. Во-первых, нужно подкорректировать то, как вы говорите. И во-вторых, да, человек может вас не слышать. Это нормально. Он и не должен. Он не должен вас слышать. Он, может быть, и не может вас слышать. Потому что вы говорите о том, что ему непонятно. После таких разговоров он привык обещаться и не разговаривать по нескольких дней. Его право. Вопрос в том, как вы на это реагируете. Реагируете вы на это скорее всего с чувством вины. Чувство вины – это обращенная злость. Обращенное подавление личных границ. Ну, ваших. В последнее время я даже не пытаюсь намирить себя. Все начнётся по-новому. Опять же, что изменилось? А мы ещё... Так. После ссоры его попадают наоборот. Меня сводят куда-нибудь и всё. Далее, чтобы старому. Почему должно быть по-другому? Ведь здесь манипуляция. Вы представляете ему претензии. Он обижается об этом. Он с чувством вины что-то для вас делает. Потом вину заглаживает. И всё. И всё. Он не меняется. Он делает это, потому что должен. Вы говорите, что манипулятор он. Но выглядит это так, что и вы тоже манипулируете. А манипуляция – это, по сути, не прямое выражение своих желаний и чувств. Вы не можете позволить ему быть собой, всё время требуя что-то от него. И вы не можете себе позволить быть собой, всё время требуя что-то от себя. Мужчер редко повышает голос. Но у него довольно истеричный, концентрительный характер. Он пытается показать, как он шикарный, но в душе он себя ненавидит. Я так думаю. А это вообще здесь причём. Какое нам дело для этого? К нам обращаетесь вы. Вот. Нас интересует… Нас интересуете вы, не он. Вот. Но если он себя не принимает и ненавидит, то ваше поведение не уменьшает эту историю. Наоборот, её повышает. Повышает. А если человек занимает избегающую позицию по отношению к какой-то своей проблеме, то агрессия будет выражаться на вас. Из плюсов я бы могла назвать то, что ему можно рассказать, что это из жизни. Он выслушает, поддерживает разговор, но только не о наших проблемах, а должен. Он весёлый парень, общительный с ним. Он может поговорить, погулять, поболтать с бутылочкой вина. Он помогает мне потом с готовкой. Он может заведовать дома город, когда я была с мамой в отпуске. Или он отпускает меня гулять с своими друзьями с собой. Я знаю, что это совсем не нормально. Почему? Опять же, здесь родительская позиция, догматичное мышление и ригидное восприятие себя и других. Это нужно корректировать. Друзья мои, друзья мои, они так говорят. Да какая разница, кто что говорит? Со стороны советовать всё легко. Норма определяется комфортным человеком. И дискомфортным человеком. Комфорт, дискомфорт и всё нужно различать. То есть, личную норму человека не так легко ещё определить. Мужа я всегда знаю гулять с собой, но он не хочет объяснять, что ему с ним не интересно. Но отпускают его друзья, это часть моих друзей. У него самого есть только подруга, но она замужем с ребенком живет далеко. На работе он дружит только с девчонками. К чему вы это всё рассказали? Зачем эта информация? Вы говорите о том, что он вас отпускает гулять с друзьями, и это плюс. Но вы говорите, что это совсем не нормально. Так это плюс или минус? Вы как-то определитесь. Естественно, кроме парней у меня есть друзья-девушка. Просто у меня такой характер, что я не люблю сидеть дома, люблю общаться. Муж не запрещает. Ну, так почему не нормально то, что он вас отпускает? Я не очень понимаю здесь. Далее. Вы не любите сидеть дома, любите общаться. Окей. Супер. Причем здесь муж? Причем здесь муж-то? Мне долгое время очень нравятся парни из нашей компании. Я ему тоже, но мы общаемся с ним как друзья. Никто никак не играет, не приступает. Конечно, он полная противоположность, но очень похож на меня характером. Я не изменял и не буду, несмотря на то, что очень хочется, но из моральных принципов не смогла бы мне за это очень сильно и стрёмно. Хотя так бывает в жизни вот здесь. Здесь чувство вины и ограничения. Вы выбираете человека по не совсем понятным мотивам. Вы с ним не счастливы. Вы с ним не удовлетворены. Вы не идете на развод, но у вас есть потребности. Которые вы хотите удовлетворить, но запрещаете себе это из-за желания быть правильным. И вот за всю эту историю, повторю, отдувается ваш муж, от которого вы требуете решать свои проблемы. Да, не исключено, что этот парень идеализируется вам. Не исключено, что вы идеализируете его от того, что вам не нравится ваш муж. Но факт остается фактом. Вы сами заключаете себя в клетку и присылаете к ответственности за это другого человека, который вас в клетку не помещал. Он предложил вам выйти за него замуж. Он не обещал меняться. Нет, конечно, он дал вам какие-то обещания. Вы говорите, что он обещал и то, и то, и другое, и третье. Но вы поймите, что обещание давно смотреть нужно не на обещание, а на конкретные действия. И я не думаю, что то, что вы знали о человеке шесть лет, в глубине души убедило вас в том, что он возьмет и начнет меняться. Вам хотелось думать, что вы важны для него, но это важность, которая вам хотела. Опять же, это сублимированная ваша активность, собственно, которую вы бы оставили в зависимости от другого человека. Как бы делегировали ее ему. Ну, в итоге, вы сами видите, что происходит. То же самое касается стыда и страха. Значит, то же самое. Стыд и страх – это обращение на себя чувства, злости. В данном случае. Далее. Вы пишите. Мне 28 лет, у меня хорошее образование, у меня высшее образование, не очень крутой заработок, но я зарабатываю больше в музе. Так, какое значение все это для вас имеет? Характер у меня далеко не сахарный. Бываю успели, что вы это ведут, но плюс в этом так точно не впадаю в иныне. Беру все в руки и сразу стараюсь быть честной. Я легко иду на компромисс. Если кто-то, если что-то происходит, помощь не прошу. Люблю смеяться, если гулять, проводить время с друзьями. У меня всегда дома очень чисто. Но я не люблю готовить. Я аккуратно. За себя как будто, знаете, как будто развалить пытаюсь. Но только кроме что вспыльчиво бывает. То есть у меня ощущение, что вы пытаетесь сейчас показать, какая вы хорошая, да? Если у вас есть один недостаток, то вы вспыльчивая. И готовить не любите. А вы знаете откуда эта вспыльчивость? Знаете, что она из себя представляет? Как она образуется, как формируется, что вообще вы ее называете вспыльчивостью? Вы знаете, чем связано с тем, что вы не любите готовить, как вы реагируете на свою вспыльчивость и на то, что вы не любите готовить. Ну, в смысле, как вы сами-то к этому относитесь, вот к этой истории. Говорят, я красиво и интересно, но липять уже как в душе происходит непонятно что. Ну, я бы сказал, что душа здесь ни при чем. Я бы сказал, что это вот те проблемы, о которых я сказал. Я разрываюсь, да, вы разрываетесь, это механизм расщепления. Это такой психологический механизм. Вот, изучите его в интернете, я не буду об этом сейчас говорить. Вот, изучите, я думаю, будет понятно. Хочу подать на развод, но муж не дает. Это перекладывание ответственности. Давайте сформулируем это по-другому. Без мужа. Хочу подать на развод, но я... И вот так. Хочу вычеркнуть все, но боюсь. С чего? Давайте детализируем, а приметим ваш страх. С чего вы боитесь? А боитесь только одного. Того, что вы не такая, какой вы себя представляете. Какой вы себя нарисовали. Вы не такая. Вы другая. Вот. Не могу решиться на этом. Мы пытались несколько раз расстаться. Опять же, нет никаких мы, если только я. И ты. Поэтому. Поэтому. Переформулируйте эту фразу. Мы пытались несколько раз расстаться. На. Я. Первый раз, когда отношение было по 40-го, я сказал ему, что люблю его только как брат, он хороший, но не то. Это нормально. Он начинает плакать, говорит, как ему плохо манипуляция. Я то решаю, что в каждом состоянии нам же было так хорошо вместе. Это похоже на любовную зависимость. Любовная зависимость связана с тяготением человека к определенному состоянию рядом с другим. Вам нужно в состоянии определить и понять, в каком можете самостоятельно его достичь. Становится жалко мужа. Жалость. 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 Это, по сути дела, апеллирование к несправедливости, отрицание реальности и подавленное... Некоторые подавленные чувства. Ну, например, отвращение. Это тоже нужно выявить. Вам это нужно осознать и научиться выражать. Не с ним хорошо и плохо. Нет, вам просто хорошо и плохо. Не с ним. Я чувствую себя покинуто и одиноко. Это чувство из детства. Нужно его тоже, тоже с ним поработать. Но покинутость эта проекция. Вы хотите кого-то покинуть и в данном случае, конечно же, мужа. А вот то, что вы чувствуете себя одиноко, это непринятие части шкода в себе. Ну, то, что вы пытаетесь быть правильным, по сути. Я понимаю, что в данной ситуации, может быть, не надо поработать о себе в своих ощущениях, как будто мужчина есть, но я одна в итоге. А вы всегда одна. Ни один человек не сделает вас ни одной. Это вопрос, опять же, про решение каких-то внутренних конфликтов через другого человека. Помогите мне, может быть, я элементарно зажралась. Как вы думаете, стоит ли вообще разводиться и как это сделать? Разводиться или нет решать вам, сначала нужно решить ваши проблемы. Вот. А это психотерапия. Развестись вы и всегда успеете. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу он позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего доброго. Продолжение следует.